Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Не успел я доехать до места, откуда собирался провести урок, поэтому проведу урок из машины. Надеюсь, что вам меня хорошо слышно, хорошо видно. И сегодня мы получимся так, в походных условиях. Значит, лучше, как мы говорим в Шма-Исраэль, ты будешь произносить слова эти, сидя дома и находясь в дороге, «Ложась и вставая». Значит, сидя дома, мы уже проводили, а находясь в дороге, сейчас проводим. Ложась и вставая пока не было, но я думаю, что будет отлично провести урок как-нибудь «Ложась» и как-нибудь «Вставая». Или вы можете смотреть полурока «Ложась», полурока «Вставая», и, значит, одновременно мы выполним то, что нам сказали в Шма-Исраэль делать, и произноси их, и будут слова эти на сердце твоем, и произноси их, сидя дома и находясь в дороге, «Ложась и вставая». Значит, сегодня из-за того, что я текст не вижу, ни главы, ни книги о Йом-Йом, ни книги «Небеса на земле», но я этот текст помню, значит, я по памяти сейчас проведу урок. Наша главная тема сегодня – это «Ваавтали Реха Камоха». Значит, сказал Всевышний «Возлюби Бога твоего всем сердцем твоей, всей душой твоей, всеми силами твоими». Значит, это заповедь, повелевающая история любить Бога. И, в принципе, некоторые даже говорят, что Бог, любовь как-то очень придают большое, огромное значение вот этим всем словам любви вообще, да. Некоторые даже говорят, что слово «Эхад», «Ашем-Эхад», да, Бог один, значит, «Эхад», числовое значение слова «Эхад» – это 13. Числовое значение слова «Эхад» – это 13. И получается, что «Иаава» слово «любовь» – это тоже 13. То есть, любовь – это то, что объединяет, любовь – это то, что объединяет, делает одним целым. И вот нужно, значит, с помощью «Возлюби Господа Бога твоего» нужно стать с Богом одним целым. То есть, когда ты любишь Бога, когда ты его прямо вот реально любишь, да, ты с ним становишься одним целым. Но тогда возникает большой вопрос, очень большой вопрос возникает. А как вообще любить? Вот, да, само понятие «любовь», «любовь к Богу». Как, как, Бог же непостижим, мы только вчера учили, нету никакого изображения его, нету ничего. Кого любить? Как любить? Ведь Бог же, Он непостижим, абсолютно непостижим, да, Творец Мироздания. Как я могу любить Творца Мироздания, если это Мироздание? Можете себе представить, да? Мироздание – это вся Вселенная. Вся Вселенная, и Он, тот, кто сотворил всю Вселенную и ей управляет, значит, я его люблю. Ну как? Где он, где я? Как его любить? И вот тут нам приходит на помощь заповедь, которая называется «Вафтали Рехакамоха» «Возлюби ближнего, как себя». Известно, что в человеке есть Божественная душа, и Божественная душа, которая отражена в человеке, она такая, есть, как я люблю шутить, вертикально ходящая лужа, до 70% воды, 30% земли. Таблица Менделеева. И, значит, похожая на обезьяну такая, да, чуть-чуть, ну вот тут шерсть, там еще где-то шерсть, здесь шерсть, еще где-то шерсть растет. И тут, значит, вот эта вот вертикально ходящая лужа, похожая на обезьяну, и в ней внутри Божественная душа. Как ее любить? Как любить ближнего, как себя? А себя как любить? Когда ты вспоминаешь, сколько ты сделал ошибок, сколько ты сделал неправильных вещей, где ты там ошибся, где ты там ошибся, где ты какие-то делал вещи, которые нельзя делать было, да? Очень тяжело себя любить. Смотришь на себя в зеркало и тоже думаешь, ну вообще, вообще не так выгляжу, как должен был бы, да? Вот если бы выглядел, а как должен был бы? Что значит должен был бы? Вообще понятие любви, если с ним разобраться, то тогда это, конечно, будет не жизнь, а счастье, да? Потому что через любовь можно объединиться с Богом, через любовь можно объединиться с людьми, через любовь можно почувствовать эту любовь, да? Любовь-то это очень приятное чувство, раз про него пишут стихи, песни. Послушай песню, каждая песня, она про любовь. Сколько можно петь вообще эту про любовь, да? Все поют про любовь, пишут про любовь, там, за любовь, я не знаю, ну просто вообще вся всемирная литература вообще на одну тему. Что это такое? И вот получается, что если мы с этим разберемся, то тогда все остальное будет легче. Значит, еще раз написано было в книге сегодня о Йом-Йом, и об этом же отрывок из Небеса на земле, о том, что возлюбить ближнего, как себя, это является переходным шагом к возлюбить Бога Всесильного твоего, да? Значит, все. Отлично. Значит, как возлюбить Бога? Как возлюбить Бога? Вот вопрос. Значит, давайте разберемся этимолодея слова «любовь», да? Откуда оно взялось? На русском я не знаю, на иврите. Давайте разберемся на иврите, на святом языке. Значит, это первое, что мы знаем. Ава. Любовь это звучит как а-а-ва. А-ав это давать. То есть, любовь это давание. Давание это когда ты хочешь давать. Теперь, откуда мы знаем, что такое любовь? В какой момент, вот, что является символом любви, которая, которая, которая прямо вот символичная такая любовь и любовь к матери. Мать к ребенку, ребенок к матери. Теперь получается, что когда ребенок находится в матери, да, в 9 месяцев внутри матери, то он с ней одно целое. Вот полностью он с ней одно целое. У них одна питательная среда, один кислород, одни, там, мама выпила, ребенок пьяный. Мама покурила, ребенок покурил. То есть, они одно целое. Можете себе представить? И вот это вот состояние такой цельности, 100% доверия, абсолютной защищенности и абсолютного слияния, это то, что является основой вот этого чувства любви. Теперь, когда мы вспомнили об этом чувстве, да, которое, ну вот, как бы представили его. Абсолютное слияние, одно целое, полное доверие и полная защищенность. Вот если почувствовать это ко Всевышнему, да, то есть ощутить свою с ним вот эту вот глубинную полную связь, тогда получается, получается, ты со Всевышним как бы становишься одним целым. Ты любишь его, ты с ним соединяешься. Доверие, слияние, защищенность и объединенность, да. Теперь, а как возлюбить ближнего, как себя? Ну, во-первых, он ближний. То есть, тут никак слово, как говорится, слово из песни не вытянешь. То есть, если он ближний, так его надо возлюбить. А если он не ближний, так не надо. Где мы определяем ближний, не ближний, да, вот эта вот дистанция, да. Сейчас многие люди, они как бы устанавливают дистанцию, типа, ко мне не подходи. То есть, они заранее делают эту дистанцию, лицо такое делают. Ко мне не подходи. Ну, и так далее. А есть люди, которые, они такие открытые. Открытые, без дистанции, прозрачные. Значит, ближний – это тот, кто находится, он к тебе проявил вот эту близость, открытость. Теперь, как себя? Как же с собой соединиться-то, да? Давайте подумаем. Как возлюбить ближнего, как себя? Как себя? Это принять себя, принять все свои качества, действия и так далее. У меня последние все дни, я думаю, вот на теме, помните, у нас был урок «Шесть вещей, о которых нужно вспоминать каждый день». И там была среди шести этих вещей, про которые нужно вспоминать каждый день, была под номером четыре. Нужно вспоминать каждый день отрывок из главы. Помни, как ты гневил Бога в пустыне. И как раз мы смотрели этот отрывок, там не только в пустыне, там идет как раз глава Вайтханан. И Бог говорит, со дня, как я вывел тебя из Едипта, и до дня, как вот мы сейчас подошли к земле Израиля, ты не переставай, еврейский народ гневил Всевышнего, того не хватает, сего не хватает, зачем ты нас вывел, хотим вернуться. Вода невкусная, ман невкусный, хотим мяса, значит, землю ты нас привел не ту, лучше бы мы вернулись. И так далее. То есть, постоянно Машер Абайну ушел, сделали золотого тельца, сделай нам божество, которое вывело нас. Кто вас вывел? Какой вас теленок этот вывел, золотой теленок? Всевышний вывел? Как вы же видели? То есть, гневали, 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 но что? Ну что, вот тут вот этот вот, как бы, секрет такой, да, маленький? Это же Всевышний говорит, это Машер Абайну говорит от имени Всевышнего, еврейскому народу. Когда они через 40 лет подошли к земле Израиля, и он говорит, даже после всего этого Всевышний от тебя не отвернулся. Даже после всего этого он дает вам землю Израиля и так далее. Получается, как полюбить себя? Потому что Бог тебя до сих пор любит, ты живой, он тебе дал возможность ходить, ты утром проснулся, у тебя вдохнул-выдохнул, все, ну прими уже, ладно, прими себя. Всевышний тебя любит и себя прими, но тут же Всевышний тебе дает проверочку, он тебе дает проверочку. А вот люди вокруг, а его ты принимаешь? Не, его не принимаю. А этого принимаешь? Не, не принимаю. А вы знаете, интересно, есть психологический такой эксперимент, очень крутой. Я это читал в книге Фрица Перлза. Он говорит такую вещь, что если человек боится выступать, например, боится, что о нем подумают люди, то по факту-то, по факту, он же не знает, что про него думают люди. Он не знает, что про него думают люди. И он на них накладывает то, что он думает про себя сам. В Мишле есть 7 вещей, которые ненавидит Господь. Действительно, седьмая вещь, самая ненавидимая, то, что он ненавидит, это разделение между людьми, когда люди делают конфликты. То есть, получается, что когда люди делают конфликты, это то, что Бог ненавидит больше всего, когда они между собой ругаются, ругаются между собой и так далее. То есть, мы видим, что это качество, ругаться, конфликтовать, воевать. Опять же, пятое, то, что нужно помнить каждый день, как Бог наказал Мириам за злоязычие, за то, что она плохо говорила про Машера Бену, про Моисея. И получается, что даже такая праведница, как Мириам, которая его спасла, благодаря которой вообще он родился, даже ее Всевышний наказал за... Но он ее наказал, чтобы мы об этом помнили. Чтобы мы не говорили Лошанера, злоязычие, ни про себя, ни про других, не передавали сплетни. И чтобы мы все время смотрели на жизнь, вырабатывали в себе и тренировали. То есть, перед любовью... Любовь это прям уже такое чувство, ну, очень серьезное. Кстати, интересно, я разговаривал с одной психологом, она всемирный специалист по травмам. И она говорит, все, вот все, говорит, кого я знала, люди, которые воспитаны в Советском Союзе, у них у всех травмы детства, которые отрезают у них возможность любить и чувствовать. То есть, вот это вот, вот это вот, знаете, жестко у нас была такая система воспитания, критика. Детей там пеленали, оставляли родители, да. С детства ребенка приучали, что ты не можешь довериться никому. Там болтун, находка для шпиона. Я помню, мне с детства всегда говорили, типа, молчи. Я говорю, почему? Болтун, находка для шпиона. То есть, сразу ребенку говорят, смотри, вокруг шпионы. Ты вообще просто пойми, вокруг вражеские страны. Капиталисты зло. Всегда вот правительство, они, представляете, насколько сильно, сильна пропаганда. Вот живет Северная Корея и Южная Корея, да. Две Кореи. Это одни и те же корейцы. Это один остров, один вообще народ полностью. Это не два народа, Южные Корейцы и Северные. Это один народ. Они ненавидят друг друга. Северные Корейцы, они стригутся под одну прическу и считают, что весь мир хочет на них напасть. Вообще весь мир против них. Южные Корейцы, это Самсунг, это, это, там, Хюндай, это Тиа машина. То есть, они живут часть всего мира, да. Полностью открытая страна. Живи нас, ничего не боятся, никого, ни от кого не шифруются. А Северная Корея, все, все вокруг вроди. То есть, человека можно психологически, через пропаганду, отрезать от всего мира. От близких, от Всевышнего. И в Советском Союзе вот это была такая идеологическая система, как бы жестко так, да. Ребенка, все, ты должен сам справляться, ты должен сам воевать. Ты должен, ты должен, ты должен. И нам сейчас, конечно, вот русскоязычным людям достаточно тяжело, да, но тем, кто воспитаны были в Высшем Советском Союзе, достаточно тяжело опять себе пробудить вот это стопроцентное доверие, такую расслабленность, свободу, соединение. Бывают перекосы, да, когда, например, западный мир, они настолько расслабились, что у них не важно уже, там, мужчина-мужчин, с мужчиной, женщина-женщиной, там, все, они уже слишком убрали, там, все вот эти вот барьеры. Но нам с вами тяжело выполнить вот эти заповеди «Возлюби ближнего, как себя» и «Возлюби Бога Всесильного твоего». Сегодня в книге, вот в этой книге про небеса на земле рассказывается, что любая честная Ребе, он до конца жизни, он стоял целый день, воскресенье, по 10, по 12 часов на ногах, и он раздавал людям доллары, и их, как бы, благословлял, чтобы они давали цдаку, чтобы они делали милосердие, чтобы они делали добро. И он там стоял, каждого благословлял, отвечал на вопросы 10-12 часов подряд. Ему было уже за 80 лет далеко. И одна женщина, которая в очереди была, да, она была пожилая, но еще не такая, как он. Она была со стульчиком таким, потому что она пройдет там 2 метра, сядет, пройдет 2 метра, сядет, нужно было в очереди стоять часы. И когда она дошла до Реба Любавичского, она ему говорит, послушайте, как вы не устаете, вы 10-12 часов стоите на ногах, раздаете эти доллары, как вы не устаете? Он говорит, а вы знаете, когда человек считает бриллианты, да, ему радостно. Вот я когда вижу людей, которые пришли ко мне за благословением, мне так же радостно. Мне говорит, эта радость, она дает силы. Вот Дмитрий Латуха, он все время, Мишли тоже цитирует, там есть много отрывков, там хорошая весть, она оживляет кость. Добро, вообще добро, оно дает огромную силу. Поэтому давайте постараемся, первое, полюбить себя, принять себя. Второе, полюбить ближнего. Третье, полюбить Бога. В ближнем можно полюбить божественное проявление, его душу. Четвертое, смотреть на мир позитивно, потому что этот мир сделал Бог, он сделал его для нас. И, значит, все в этом мире есть процессы, рождается, умирает и так далее. То есть, есть процессы. Но пока вы живы ходите с этой стороны земли, нужно стараться максимум извлечь любви, радости к людям, к миру, ко Всевышнему. Это все, а такой все это один и тот же процесс. Все, чтобы Всевышний вас благословил, и чтобы это благословение он дал каждому из нас возможность любить. И когда есть эта возможность любить, чтобы через нее соединиться с Богом, через нее соединиться с людьми, через нее соединиться с миром, и тогда будет счастье, будет здоровье, будет все. Все всем. И чтобы в заслугу того, что мы с вами это делаем, не все люди умные, большинство людей, они как бы входят в темноте. Но раз уж вы слушаете уроки в АИКРО-платформе, значит, Всевышний вам дал какое-то особое качество ума видит свет, и чтобы мы этот свет распространяли в заслугу наших уроков, чтобы закончилась война как можно быстрее. Все, удачи, успехи.